Футбол Королевский футбол Королевский футбол Эшборн в Англии – это часть праздничного веселья. Здесь в королевский футбол играют ежегодно в Масленичную неделю. Болотный футбол Эта разновидность не случайно появилась в Финляндии. Как известно, в переводе на финский название страны звучит как «суоми», то есть «страна болот». Хотя наверняка в такой футбол играли и в России еще лет 50 назад, просто никто не догадался это запатентовать. Вот и лидерами в мировом болотном футболе сегодня являются именно игроки из Финляндии и России, ежегодно бьющиеся за звание чемпионов мира. Правила болотного футбола содержат несколько интересных пунктов. Например, штрафные удары проводятся с рук, офсайды отсутствуют, замены проводятся без остановки игры, а менять обувь во время матча запрещено. Всего игра идет 26 минут, и, надо сказать, этого в доллар хватает. Несмотря на такой грязный и довольно медленный вид спорта, им сегодня увлекаются порядка 300 команд по всему миру, которые ежегодно встречаются на официальных чемпионатах. Сипак-такроу Такое название сразу наводит на мысль о необычной родине этого вида футбола. Все верно. Появился подобный гибрид футбола, тенниса и волейбола в Малайзии. Задача для тех же волейболистов вполне выполнимая попасть мячом по площадке соперника, но так как это все же футбол, то делать это можно только ногами. Исторически игра велась плетеным ротанговым мячом, однако сейчас чаще используются плетеные синтетические мячи. В соответствии с современными правилами в игре участвуют две команды по три человека. Поле здесь размером с бадминтонное. Из-за ограниченных возможностей спортсменам в Сипак-такроу приходится идти на различные хитрости и сложные трюки, вроде ударов через себя в падении. В общем, зрелищный вид футбола, однако при этом чересчур требовательный к игрокам. Иначе говоря, настоящая футбольная кунг-фу. Велобол. Гонять мяч верхом на велосипеде придумал американец немецкого происхождения Николас Кауфман. По легенде, во время велопрогулки он легко пнул колесом надоедливую гавкающую собачку и понял, что такая забава ему по душе. А вместо животных лучше, конечно, использовать мяч. 14 сентября 1883 года прошел первый велобольный матч. С тех пор появилось три вида велобола, отличающихся численностью игроков в команде и полями. 2 на 2 играется на скромном поле 11 на 14 метров. 5 на 5 на гандбольной площадке. А 6 на 6 человек соревнуются на открытом воздухе. Самым популярным видом велобола является игра на велосипедах с фиксированной передачей, без тормозов и двумя игроками в каждой команде. По этой разновидности сегодня проводятся даже чемпионаты мира. Касаться мяча здесь можно велосипедом, туловищем или головой, а вот руки и ноги распускать нельзя. Так что спортсмены в велоболе проявляют свои по-настоящему цирковые способности. Крабий футбол. Как вообще появился на свет такой вид спорта, непонятно. Одно ясно точно. Придумали его в Англии. А вот активными поклонниками стали вскоре американцы. Правила крабьего футбола мало чем отличаются от классического, только вот игроки передвигаются по полю как крабы. Во всяком случае они так считают. Все это выглядит довольно нелепо, однако сам процесс окажется не всем под силу. Передвигаться на руках и ногах, приняв упор сидя еще и несколько минут подряд, довольно тяжело. В команде может быть как 6, так и 11 игроков. Все зависит от размеров игровой площадки. Игроки не могут касаться мяча руками или переносить его на животе. Иной раз проблем добавляет комичность всего происходящего. Многие мышцы и так напряжены, а если вдруг тебя пробьет на смех, то продолжить игру ты уже вряд ли сможешь. Робо-футбол. Прогресс, как известно, не стоит на месте. Да и живем мы в очень интересное время. Уже даже роботы могут с нами вместе играть в футбол. Международные соревнования роботов проводятся с 1997 года. Если на первом чемпионате мира участвовало 8 команд, то в 2010-м уже целых 500. В состязаниях между интеллектуальными роботами-спортсменами используется специальный мяч с инфракрасными лучами и профессиональный полигон для робототехники, на котором проводятся состязания. Участники робокапов в процессе мини-турнира демонстрируют свои знания и навыки в программировании, механике, конструировании, а также учатся слаженно взаимодействовать с другими. Конечно, пока этим маленьким металлическим спортсменам еще далеко до сборной Бразилии, однако то, что они уже могут сами по себе определять цель игры и выполнять ее, поражает. Хотя над координацией ребятам надо бы поработать. Футбол в валенках. А это уже наш родненький футбол. Правила игры здесь такие же, как и в классическом мини-футболе, за исключением, как очевидно, экипировки игроков. Абсолютно все спортсмены должны быть в валенках. И что самое интересное, зачастую в обуви одного размера, например, сорокового. Придумали этот весьма необычный вид футбола жители Улан-Удэ, а с 2005 года по валенкоболу проводятся региональные мини-чемпионаты, в которых принимают участие около десяти команд. Правила довольно просты. Играют две команды по пять человек, четыре полевых игрока и один вратарь. Никаких других особенностей у этой разновидности футбола нет. Однако именно она, как никогда, приходится по вкусу нашим иностранным гостям, которые сходу влюбляются в этот истинно русский вид спорта. Ну а на последний вид необычного футбола мы приберегли не совсем задокументированную разновидность игры. Это довольно популярное видео вышло еще в 2015 году. На нем голландские футболисты, которые опробовали на себе абсолютно новые ощущения от игры и, возможно, придумали новый вид спорта. А все потому, что на их глазах были очки, в которых транслировалось изображение сверху поля, практически с крыши манежа. То есть игроки не видели ничего, кроме статичного видео с высоты птичьего полета. Это настолько, как говорится, сломало мозг спортсменам, что превратило матч в уморительное зрелище. Просто взгляните, как команды пытаются совладать с собой, забывая даже порой про существование мяча. Вот такой бывает, казалось бы, обычная игра в мяч. Извращается над этим видом спорта кто как может. Одни делают это грамотно и профессионально, другие больше для дурачества и смеха ради. Ну и пусть. Главное, чтобы было интересно и чтобы каждый в итоге нашел свой подходящий футбол. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом». Субтитры подогнал «Симон»!